Глава шестнадцатая — Дед, да что ж ты так долго? Я уже хотел идти тебя искать. Сергей встал навстречу деду, открывающему калитку. — Да чего я долго? Ничего не долго. Не молодой же я уже, чтобы по лесу бегом бежать. Вот до Пелагеи добежал, а дальше уже ноженьки не те, — говорил Тихон, тяжело опускаясь на завалинку. — Эта ведьма тут уже? — Да, выгнала меня, приказала не входить, пока сама не позовет. Дед, а она правда ей поможет? На лице Сергея промелькнула тень тревоги. Тихон с лукавой улыбкой посмотрел на внука. — Приглянулась девка-то, а? — Да ну тебя, дед, человек же она, жалко. Ответил Сергей, немного смутившись. А ведь дед был прав. Вот что значит человек с опытом. Ему одного взгляда достаточно, чтобы понять, что творится на душе у внука. А душа Сережи и впрямь была в смятении. И дело тут совсем не в физиологии, как может на первый взгляд показаться, а в том, что девушка действительно понравилась молодому человеку. Такая маленькая, хрупкая, и волосы пахли травами, как у мамы. Оставалось непонятным одно, как она оказалась заживо похороненной. Но этого ему не узнать, пока она не придет в себя. А Пелагея-то знатная травница, несмотря на то, что юродивая. Я сам не знаю, но люди сказывали, что бабка ее ведьмой была. И довольно-таки сильной ведьмой. Но никогда людям не вредила, просто так. Да и вообще, она прежде всего лечила, а уж колдовством занималась только тогда, когда к ней шли за этим. Ее боялись и уважали. Любили и ненавидели. Боялись за то, что знали ее силу. И ненавидели за это же. А любили и за ее готовность беспристрастно помочь. Когда она умирала, то дар свой Пелагея передала. Видимо, поэтому девка и тронулась умом слегка. В лес убежала и превратилась в то, что ты сейчас видишь. Ее у нас хоть и не любят, но чуть что случается, или с детем, или со скотиной, всегда идут к ней. Не было еще такого случая, чтобы она не помогла. Всех на ноги ставит. А то, что она такая странная, так всем и не без этого, говорил дед, строгая бревну на щепки, чтобы разжечь костер. На крыльце показалась Пелагея. Ну, будет жить ваша девка. Долго будет жить. Черная полоса у нее в жизни была. Не приведи, Господь, кому такое пережить. И не каждому дано выйти из ада живым. Но на роду у нее написано дважды родиться. Сегодня у нее второе рождение. Не тревожьте ее до утра. Захочет пить? Дайте отвара, который я на столе оставила. Ну, все. Я здесь больше не нужна. Пелагея, звеня колокольчиками на юбке, пошла к калитке. Может, чаю с нами выпьете? Окликнул ее Сергей. Вот еще, стану я тут с ними чаевничать, проворчала Пелагея, открывая калитку. Спасибо вам! Крикнул Сергей. Ночь прошла относительно спокойно. К дедовому храпу уже все привыкли. Даже Степашка, который первые ночи метался по комнате, громко отсокая коготками по деревянному полу, уже не так часто вздрагивал. Бедняга не знал, что люди умеют так зверски рычать во сне. Что в его маленькой головке происходило неизвестно, но Сергею приходилось брать его к себе в постель, чтобы тот мог забиться под подушку и чувствовать себя в безопасности. И только Рыжий с первых дней полюбил деда и его храп. Этот кот вообще был созданием не от мира сего, поэтому его пристрастия не поддаются никаким логическим объяснениям. Боясь, что девушка может испугаться громовых раскатов, доносящихся из комнаты деда, Сергей практически не спал. Он на цыпочках, ловко лавируя между стульями и спящей посреди комнаты жучкой, заглядывал за занавеску, где спала гостья. Но на ее ангельском лице не было и тени страха. Она спала, как ангел, спустившийся с небес, чтобы раскрасить жизнь Сергея новыми, доселе неизвестными красками. Под утро девушка застонала. Жучка навострила уши и, тыча мокрым носом в лицо, разбудила задремавшего на стуле Сергея. — Пить! — простонала девушка. Сергей поднес к ее губам отвар, оставленный Пелагеей, и слегка приподняв, напоил. — Где я? — спросила девушка, откинувшись на подушку. Глава семнадцатая. Сергей рассказал, как во время обхода леса нашел ее в лесу. Что если бы не жучка, которая первая поняла, в чем дело, то, может быть, они бы сейчас не разговаривали. Девушка слушала, а в глазах стоял страх и непонимание. — Я ничего не понимаю. Почему я оказалась в лесу? Кто хотел меня убить? Ничего не помню, — говорила она, с мольбой глядя на Сергея. — Ну, оно и понятно, что ничего не помнишь. После такого у любого память подвести может. А ты не волнуйся, здесь тебя никто не обидит. У нас тихо, спокойно, воздух свежий. Дед кашу на дворе готовит. На костре знаешь, какая еда получается вкусная. Глядишь и вспомнишь, чего. А вот Степан пришел. Сергей взял на руки зайчонка и показал девушке. — Ой, зайчик! — улыбнулась она, протягивая к Степашке руки. — Ну вот и развлекайся тут с ним, — сказал Сергей и быстро пошел на двор. — Черт, вот дурак, что я такое говорил, какую-то ахинею нес. Лес, свежий воздух, дед с кашей. Баран! — думал Сергей, не обращая внимания на жучку, вилявшую хвостом. — А как звать-то ее я и не спросил, — пробормотал он. — Гав! — ответила жучка, возмущаясь фактом невнимательности своего хозяина. А в это время девушка, откинувшись на подушку, лихорадочно перебирала в памяти события последнего года. Он очень красиво ухаживал. Все было как в кино. Цветы, театр, ресторан, прогулки по ночному городу, первый робкий поцелуй, ежедневные звонки с пожеланием доброго утра, подруги завидовали. Мать все уши прожужжала, чтобы она не упустила своего счастья. Она влюбилась. Влюбилась так сильно, что, казалось, солнце не светило, когда его не было рядом. Свадьба была шикарной, даже очень. В период подготовки она все время ловила себя на мысли, что как-то все вычурно и громко. — Пусть все знают, что я могу себе позволить такую роскошь, — говорил Денис, не жалея денег на ресторан. Гостей, развлечения. — Пусть весь город говорит о моей свадьбе. Это слово «моей» тогда очень не понравилось Марине. — Нашей, — сказала она ему. — Что? — не понял Денис, бросив на нее суровый взгляд. — О нашей свадьбе, милый, — ответила она, смущенно улыбаясь. — Да-да, о нашей. А после свадьбы он стал другим. Как будто снял маску. Исчезли нежность и предупредительность. Цветы, театры, рестораны канули в лету. Он запер ее, как птицу в золотой клетке. Не позволял без него отлучаться из поселка. Контролировал ее звонки и любое передвижение по дому. Если она забывала взять с собой телефон, прогуливаясь в саду, то он звонил охранникам и требовал, чтобы они срочно ее нашли, а вечером ее ждал скандал. Марина полгода не виделась с матерью, так как Денис запрещал. — Ты теперь жена влиятельного человека. Тебе не пристало общаться с нищебродами. — Но она же моя мать. Я хочу ее видеть, — пыталась возразить Марина. Удар по лицу принес не столько боль, сколько удивление. Он ее ударил. Ее вообще впервые в жизни ударили. — Забудь слово «хочу», ты моя, и будешь делать только то, чего хочу я, — говорил Денис, больно сжимая ее подбородок. Она позвонила матери, чтобы та приехала за ней и забрала домой. Рыдая в трубку, Марина рассказала о жестокости Дениса. — Доченька, а ты не преувеличиваешь? — Денис добрый и очень заботливый. Вот вчера он с охранником передал большую коробку с гостинцами. Чего там только нет? И колбаска сырокопченая, и балычок, и рыбка вяленая. — Доча, а скандалы? Они ж в каждой семье бывают. Мы вот с твоим отцом уж как часто скандалим. А я же не убегаю от него, — отвечала ей мать. Избиения становились регулярными. Не ответила вовремя на телефонный звонок. Вечером получила сеанс избиения терапии. Без разрешения разговаривала по телефону с матерью. Терапия кулаками неизбежна. — Ты должна подчиняться только мне! — кричал он ей в лицо, когда она в страхе пыталась закрыться от него руками. А когда у них бывали гости, то нанятые им визажисты профессионально гримировали синяки на лице Марины, и она должна была изображать счастливую и радушную хозяйку. А иначе... Первая попытка сбежать из золотой тюрьмы потерпела фиаско. Через полчаса ее доставили домой. Через час явился он и долго ее избивал. Неделю она провела в подвале без еды. Вторая попытка была более удачной. Она добралась до родительского дома, но ее опять вернули в клетку. — Ты же понимаешь, что только смерть может нас разлучить! — смеялся он ей в лицо, приковывая цепью к батарее. Месяц Марина жила на цепи, как собака, передвигаясь только по спальне. Глава восемнадцатая. Разве Марина могла подумать, что ее жизнь когда-нибудь будет похожа на сериалы, которые так любила ее мама? — Ты смотри, какой гад! — комментировала ее мать моменты, где герой издевается над своей женой. — Да его убить за это надо. И она, овца безответная, терпит это. Давно бы ушла от него. И Марина была согласна с мамой. Она тоже думала, что терпеть такое над собой унижение могут только недалекого ума женщины. Она так думала, но даже в страшном сне не могла представить, что сама может оказаться в такой ситуации. Девушка не знала, что сериалы иногда случаются и в жизни, а все те советы, которые очень легко и умно давать со стороны, иногда не работают. И дело здесь не в том, что у кого-то там недостаток ума, а в том, что клетка иногда имеет очень надежные замки. Денис, собираясь в недельную командировку, приказал охранникам не спускать глаз с Марины. — Не дай бог я узнаю, что она выходила за пределы поселка. Уволю нахрен, и даже дворниками не сможете устроиться. Кирилл был новичок. Девушка ему нравилась, и помочь ей сбежать стала его идеей фикс. Он тщательно все подготовил, достал снотворное, чтобы подмешать в чай товарищам, купил билеты на самолет. Марина отговаривала его, боясь провала и мести мужа. Она уже свыклась со своим положением и не надеялась ни на что, лишь бы Денис ее не бил. Их настигли в аэропорту. Наверное, снотворное было не таким уж и сильным. До приезда Дениса Марину держали в спальне, на цепи. Что было с Кириллом, она не знала. А через два дня приехал Денис. Он был спокоен, как никогда. Тихо прошел в спальню, с грустью посмотрел на Марину, забившуюся в угол, и присел на кровать. — Понимаешь, малыш, ты все испортила. Я думал, что моя жена будет принадлежать только мне. Ведь в Библии, как написано, и прилепится муж к своей жене, и будут двое, как одна плоть. Ведь там так сказано, да? Повысил он голос, посмотрев на Марину. Девушка молча закивала головой. — Правильно, ты со мной соглашаешься. Но уже поздно. Понимаешь, поздно. Ты не должна была убегать от меня. Ты моя и только моя. Марина закрыла голову руками. Единственным ее желанием сейчас было исчезнуть из этого дома и из этой жизни. Она помнит только один удар по голове. Затем в глазах все потемнело. И только одна мысль. Вот и конец. Издалека послышался голос мужа. Его в коллектор. А ее? Дальше девушка ничего не помнит. Зашел Сергей. Ну, как ты тут? Пожалуйста, не говори никому, что я здесь, — взмолилась она. Да ты успокойся. Я и не собирался никому говорить. Кроме меня, деда и Пелагеи никто о тебе не знает. А как звать тебя? Марина. А я Сергей. Это Жучка. Кота зовут Рыжий. А со Степаном ты уже знакома. Неделю Марина пролежала в кровати. Несколько раз к ней наведывалась Пелагея. И всякий раз приказывала оставлять их наедине, мол, в женские дела мужикам нос совать нельзя. — Тоже мне женские дела, — ворчал обиженный Сергей, когда Пелагея выталкивала его за дверь. — А она права. Бабам нельзя мешать. А то они от этого звереют. И нам тогда приходится искать пятый угол, — смеялся дед. Через неделю девушка решилась выйти во двор. Она с наслаждением вдохнула свежий лесной воздух и, спустившись с крыльца, села рядом с дедом на заваленке. — Хорошо тут у вас, — сказала Марина, глядя на верхушки елей. — Да, природа она такая. Каждого за душу берет, — ответил дед. Не зная, почему и зачем, но Марина все рассказала деду. Тот слушал ее, не перебивая. — Пожалуйста, не выдавайте меня, — закончила свой рассказ Марина. Некоторое время дед молчал. Он медленно и тщательно скручивал самокрутку, засунув кисет с табаком в карман куртки. Он сказал, — Вот что я тебе скажу, девка. Жизнь — она штука сложная, и иногда может показаться, что несправедливая. Плохие люди живут припеваючи, и кажется, что Бог закрыл глаза на их злодеяния. Но это не так. Он все видит. Он все знает. И возмездие всегда приходит вовремя. — Почему он допустил, чтобы ты так страдала? А пути Господни неисповедимы. Сейчас ты здесь, и это лучшее, что случилось с тобой в последнее время. А твой муж получит по заслугам, уж ты мне поверь. Марина обняла деда и тихо заплакала. Глава девятнадцатая Так в лесной избушке народу прибавилось. Дед был рад, думая, что женская рука в доме прибавит уюта и пирогов. Сергей был рад больше деда. Ему и пирогов не надо, лишь бы смотреть на Марину и слышать ее нежный голос. Жучка была рада любой движухе. Она вообще была собакой, сотканной из радости. Такой уж у нее был характер. Степашка был рад просто потому, что он же маленький, а маленькие всегда рады посидеть на руках. Ну, а рыжий? А рыжий просто был, потому что хозяева положения не выказывают своей радости, если такова имеется, а взирают на все с высоты прожитых лет. Как оказалось, Марина совершенно не умела печь пироги, о которых так мечтал дед. Да и где бы она умела их печь, если в родительском доме мама не любила выпечку, а в замужестве до пирогов ли было. Вот же елки зеленые, ну как же это, баба в доме, а без пирогов? Сокрушался дед, обращаясь к рыжему. Кот с неодобрением посмотрел на окно кухни, за которым Марина пыталась приготовить обед, состоящий из макарон с сыром. — Сегодня у нас будут макароны по-швейцарски, — радостно объявила она, показывая пачку макарон и кусок сыра. — Макароны, опять макароны, третий день их уже едим, скоро итальянцами станем, — ворчал дед, гладя степашку по серой спинке. — Да ладно тебе, дед, вкусно же вчера было, — говорил Сережа, с нежностью глядя на двери дома. — С тушенкой-то все вкусно, а пироги с капустой все же вкуснее, — не унимался дед. Но пирогов в лесной избушке отродясь не бывало, и нечего о них мечтать. Пообедали макаронами, которые жучка оценила по заслугам. Ей что не дай, все вкусно, на редкость благодарная собака. Рыжий даже нюхать не стал. Он презрительно посмотрел на Марину, которая очень вежливо спросила у него, будет ли его сиятельство кушать, и с гордо поднятым хвостом удалился на двор. Не успели встать из-за стола, как на крыльце послышался грохот и истошный крик Рыжего, отчего жучка громко залаяла и кинулась к двери, чтобы защитить это бесполезное животное, от которого не было никакого толку. Но в распахнутую дверь ворвалась Агриппина. — Живы, дорогие мои, вы живы! — опускаясь на лавку, выдохнула Агриппина. Схватившись за сердце, она тяжело дышала и, прислонившись к стене, прикрыла глаза. Марина налила стакан воды и поднесла ей. — Вот, выпейте. Вам плохо? Агриппина покачала головой и с жадностью осушила стакан. Дед с Сережей переглянулись, не понимая, что имела в виду Агриппина. Их жизни ничего не угрожало, поэтому они не понимали, почему не должны быть живы. — Тетя, а что случилось? — спросил Сергей, когда Агриппина отдышалась. — Ох, что сегодня было, что было! Прям целый детектив! Приехали какие-то молодцы, все на быков похожие, такие же здоровые и с тупыми глазами. Ворвались в сельсовет, напугали секретаршу Машку, которая кричала не своим голосом, что она сейчас вызовет милицию, а они требовали председателя. А Михалыч с самого утра на поля укатил. Ищи ветра в поле. Потом из машины вылез такой мужчина. Ах, какой мужчина! На Алена Делона похож. Он подошел к Машке, приятно ей улыбнулся, отчего она прямо обмякла вся. И только было он раскрыл рот, чтобы спросить что-то. Как со всех сторон понаехали еще машины? И как начали стрелять? Ой, мамочки родные, что было, что было? Машка кричит, баба Клава кричит, петухи кричат, а эти стреляют. В общем, быстро они справились. Быков этих всех перестреляли, и Делону тоже башку разнесли к чертовой матери. Эх, такой мужчина красивый, а пожил совсем ничего, — рассказывала Агриппина. Во время ее рассказа Марина была белее занавесок, висящих на окнах. — А вы точно знаете, что того мужчину убили? — еле слышно спросила она. — Да как же не точно, если участковый наш, прибежав на перестрелку, аж за голову схватился. Подошел к тому красавцу, посмотрел на него и в сердцах выругался. Потом начал Машку допрашивать, а у той истерика. Вскорую ее забрали. Может, в психушку отвезут. Давно пора, а то больно нервная она. От всего услышанного Марине стало плохо, и она прямо посреди комнаты упала в обморок. Глава двадцатая — А что это за девица у вас живет? — спросила Агриппина, глядя, как племянник пытается привести в чувство Марину. — Да так, заблудилась в лесу. Серега ее и привел к нам, — ответил дед. Агриппина с недоверием покосилась на девушку. Что за сказки они ей рассказывают? Чай не в среднем веке живем. Связь какая-никакая имеется. — Заблудилась. Как заблудилась, так и разблудиться могла, если бы пришла в деревню. Что-то тут нечисто. Не договаривают они что-то, — думала Агриппина, поджав губы. — Ну ладно, приводите тут в чувство вашу заблудившуюся, а мне не досуг тут лясы точить. У меня куры без присмотра, и корову скоро с поля пригонят. Она еще раз посмотрела на Марину, хмыкнула и ушла. — Дед, а ведь она в обморок-то не зря упала. — сказал Сергей, глядя на приходящую в себя девушку. — Известное дело не зря. Мужика это ее прибили. Изверга проклятого. — Настигла его кара господня. — И по делам душегубу, — ответил дед. Девушка пришла в себя и со страхом посмотрела на Сергея. — Это он меня искал. Понимаешь, меня. Он, наверное, увидел могилу разрытую и хотел убить. Марина вся задрожала и заплакала, громко всхлипывая. — Ну ты чего? Все же кончилось хорошо. Он тебя не нашел и уже никогда не найдет, — успокаивал Сергей девушку, обнимая за плечи. — Да, его только теперь суд божий найдет, на котором ему придется держать ответ. — А потом гореть ему в адовом пламени вечность, — говорил дед. — Гав! — тявкнула жучка, не понимая, что вокруг происходит. Сидевший на шкафу рыжий прикрыл глаза и погрузился в кошачью нирвану, отрешившись от этой непонятной суеты. Через несколько дней в лесную избушку пришел участковый. Агриппина не выдержала и доложила, куда следует о заблудившейся девушке, а за неделю до этого с области была прислана ориентировка о пропаже девушки с прилагающимся фото. Эта мать, почувствовавшая неладное, ворвалась в хором от Дениса. Не обнаружив дочь в доме и не получив от зятя внятных объяснений, устроила в милиции скандал. Дабы избежать проблем, заявление у нее приняли и для приличия разослали по районам фото девушки. Дениса, конечно, допросили, но он со спокойным видом пояснил, что его молодая жена оказалась шалавой, избежала с новым охранником в неизвестном направлении, и он знать о ней ничего не хочет, поэтому никаких заявлений подавать не стал. В отделении посмеялись и забыли про это дело. — Сама найдется, и дело закроется. — Марина Валерьевна, а вы знаете, что вас ищут? — спросил участковый, строго посмотрев на девушку. От официального тона и от сердитого вида участкового Марина заплакала и рассказала все, что так долго держала в себе. Участковый слушал и быстро записывал блокнот. Достав из папки фотографии с места расстрела неизвестных лиц, он спросил Марину, — Вам знакомы эти люди? Взглянув на тело Дениса, голова которого была прострелена, она прижала руку к губам и тихо прошептала, — Это он. А потом была обычная процедура опознания, протоколы, допросы, дознания. Больше месяца девушке приходилось ездить на всевозможные беседы со следователем, и по логике вещей она могла бы вернуться к матери или в дом Дениса, где была полноправной хозяйкой, но лесной домик, где она провела самые счастливые недели ее жизни после второго рождения, был ей милее. Она спешила вернуться туда, где ее ждали люди и звери, ставшие для нее родными. Спустя два месяца дело о перестрелке закрыли. Кто и почему убил известного бизнесмена Дениса Торопова, было неизвестно. А может быть и известно, но это уже не для посторонних ушей. И совсем не важно, чьими руками свершилось возмездие. Оно свершилось, и это главное. Эпилог. И вот сбылось пророчество Пелагеи. Сережина жизнь круто изменилась. Можно даже сказать, что ось его жизни сместилась, и черная полоса в судьбе Марины сменилась белой, широкой и бескрайней полосой, уходящей за горизонт в счастливой жизни. Для чего этим двоим было суждено пережить столько превратностей судьбы? Для того, чтобы встретиться там, где каждый из них даже не предполагал найти свое счастье. И это еще раз доказывает то, что твой человек войдет в твою жизнь, не спрашивая разрешения. Для него не будет преград ни на земле, ни в воде, ни в воздухе, ведь то, что предопределено, то обязательно настигнет, даже в глухом лесу. Спустя месяц Марина наконец-то пришла в себя и заметила, как смотрит на нее Сергей. А он, хоть и был с женщинами не робкого десятка, рядом с Мариной терял волю. Дед, глядя на этот детский сад, только посмеивался и говорил рыжему, что как пить дать, в следующем году он станет прадедом. На что рыжий презрительно морщился, издавал странный гортанный звук, который был похож на нецензурную брань, и уходил от деда на двор. Уж кто-кто, а рыжий не станет терпеть детского лепета в доме, лучше глухой лес, чем пеленки по всему дому, — думал рыжий, смотря в лесную даль. А жучка, предчувствуя перемены, радовалась и веселилась, не обращая внимания на косые взгляды кота. Один лишь Степашка поводил ушами, забавно шевеля носиком, нюхая морковку. Ему было все равно, сколько будет пеленок в доме, лишь бы рука, дающая капустный лист, не оскудела. Печь пироги Марина так и не научилась. Зато научилась готовить шарлотку, что, конечно, не пирог, но на безрыбье и рак, как говорится, рыба. Агриппина сменила гнев на милость и несколько раз в неделю наведывалась в лесной домик. Не обходилась, конечно, и без скандалов с ее стороны, такой уж у нее был характер. Но к ее придиркам давно все привыкли, а Марина так вообще нашла к этой женщине подход. Оно и понятно. Женщина женщину поймет всегда. — Ой, тетушка, а ну их этих мужиков. Давайте я вас чаем угощу, и заодно мне нужен ваш компетентный совет. При слове «компетентный» Агриппина прямо расцветала вся и забывала, о чем хотела скандалить. За чашечкой чая она совсем добрела и уже через час была похожа на милейшей души человека. — На следующей неделе я принесу дрожжей, буду тебя учить пироги печь, а то, дед, небось, всю плешь тебе с этими пирогами проел, — подмигивала Агриппина Марине, собираясь домой. — Ах, тетушка, я вам буду так благодарна. Я и сама пироги до ужаса люблю. — Да вот дрожжевое тесто у меня не хочет получаться, — отвечала девушка, с нежностью поглядывая на Сергея. А потом была лесная свадьба. Осенний лес оделся в золотой наряд, набросав под ноги ковер из желтых листьев. Молодая жена шла по этому ковру свинком из кленовых листьев на голове, держась за руку молодого мужа. И не было в этот час никого счастливее, чем эти двое. Субтитры сделал DimaTorzok